Здравствуйте, дорогие ребята! Начинается наш урок русского языка 10 класса. Тема сегодняшнего урока «Человек в мегаполисе». Цель сегодняшнего урока – коротко рассказать о многомиллионных городах в мегаполисах и узнать плюсы и минусы мегаполисов. А вы знаете, что такое мегаполис? Мегаполис – это гигантский по масштабам город с многомиллионным населением. Давайте ещё раз повторим. Мегаполис – это гигантский по масштабам город с многомиллионным населением. Начну я свой урок с одной пословицы. В короте – суета, а в древне – маята. Суета – это значит тропливость, а маята – то же самое. Это длительная, надоедливая работа. Давайте запишем пословицу в тетради. И повторяем за мной. В городе – суета, а в древне – маята. Давайте немножко поговорим. И отвечайте на мои вопросы. Где вы живёте? Какие большие города вы знаете? Нравятся ли вам большие города и почему? Давайте посмотрим ответы. Мы живём в городе и Паймаке, и Самоне. Мы знаем Москву, Нью-Йорк, Токио, Шанхай и другие города. Нам нравятся большие города, потому что жить там очень интересно. Чтобы прочитать текст, нам нужно знать значение новых слов. Давайте в тетради запишем новые слова. Гигантский, зелень, обилие, возможность, самовыражение, пробки, тревожность, тропиться, насыщение, 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 токсическое вещество, экологическая катастрофа. Давайте ещё раз повторим и напишем в тетради. Гигантский, гигантский, зелень, обилие, возможность, самовыражение, пробки, пробки. Тревожность, тревожность, тропиться, тропиться, насыщение, 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 насыщ мегаполисами. Первый город это Шанхай. Давайте прочитаем вместе текст. Самый устонаселенный город. Здесь живет 25 миллионов человек. Здесь можно жить достаточно долго на маленькую сумму, но в Шанхае очень плохая экология. Здесь очень много мусора и грязи. А как вы понимаете слово устонаселенный город, это значит там живут много людей. Давайте еще раз повторим наш текст. Шанхай это самый устонаселенный город. Здесь живет 25 миллионов человек. Здесь можно жить достаточно долго на маленькую сумму, но в Шанхае очень плохая экология. Здесь очень много мусора и грязи. Шанхай это крупнейший город и финансовый центр Китая. В центре Шанхая находится известная набережная Вайтин, вдоль которой расположены задания в колониальном стиле, а также крупнейший в мире морской порт. Шанхай считается в Китае южным городом. Система общественного транспорта в Шанхае бурно развивается. Шанхай воспринимался как место появления всего самого современного в Китае. Именно здесь появился первый в Китае автомобил и современная система канализации. А наш следующий город это Москва. Я надеюсь, что вы хорошо знаете этот город. В Москве проживает более 19 миллионов человек. Москва имеет свои минусы, плюсы, несмотря на большие материальные и культурные возможности. В городе самые длинные и самые продолжительные пробки. Москва. Москва это столица России. Это крупнейший русскоязычный город в мире. Москва расположена на западе России, на реке Москве в центре Восточноевропейской равнины, между Речи, Оки и Волги. Москва самый популярный туристический центр России. Кремль и Красная площадь входят в список объектов всемирного наследия ЮНИСКО. Красная площадь – символический центр России. Здесь можно увидеть мавзолей Ленина, государственный исторический музей и собор Василия Блаженного. Токио – это наш следующий город. Давайте немножко почитаем об этом городе. Жить в Токио – это значит возможность жить в суперсовременном мегаполисе, с отличным работающим транспортом и высокоразвитой технологией. Но в Токио – настоящая экологическая катастрофа. Там слишком мало зелени. Давайте ещё раз прочитаем текст. Жить в Токио – это значит, возможно, жить в суперсовременном мегаполисе, с отличным работающим транспортом и высокоразвитой технологией. Но в Токио – настоящая экологическая катастрофа. Там слишком мало зелени. Токио – это восточная столица, столица Японии. Это административный и финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Сезон цветения сакуры, пожалуй, является самым привлекательным временем для посещения страны, сходящего солнца. В Токио существует сотни парков, улиц, садов, где можно созерцать цветущие вишнёвые деревья. Давайте посмотрим следующий мегаполис. Наш следующий мегаполис – это Нью-Йорк. Это большой культурный центр. В городе постоянно проходят различные культурные события, но в Нью-Йорке все торопятся, не отдыхают, сигналят, и по ночам шумно. Давайте ещё раз посмотрим текст и почитаем вместе. Нью-Йорк – это большой культурный центр. В городе постоянно проходят различные культурные события, но в Нью-Йорке все торопятся, не отдыхают, сигналят, по ночам очень шумно. Нью-Йорк – важный мировой финансовый, политический и экономический центр. Нью-Йорк включает пять районов, расположенных в месте впадения реки Гудсон в Атлантический океан. В центре города расположен густонаселённый Махеттен – один из крупнейших в мире коммерческих, финансовых и культурных центров. Главные достопримечательности Нью-Йорка – многочисленные непоскрёбы и огромный центральный парк. Нью-Йорк – важнейший экономический центр Соединённых Штатов и всего мира. Нью-Йорк, Лондон, Токио, называет одним из трёх основных центров мировой экономики. Город известен как город с одной из самых высоких целей на недвижимость в мире. Давайте сейчас назовём плюсы мегаполисов и отвечаем на вопросы. Какие плюсы жить в Москве? Правильно, в Москве обилие информации и большие возможности. Давайте посмотрим следующий вопрос. Какие плюсы жить в Нью-Йорке? Правильно, ребята. В Нью-Йорке свобода самовыражения и проходят культурные события. А как вы думаете, какие плюсы жить в Токио? Да, правильно, ребята. В Токио высокоразвитая технология и отлично работает транспорт. А как вы думаете, какие плюсы жить в Шанхае? В Шанхае можно заработать много денег. Давайте сейчас назовём минусы мегаполисов. Жить в мегаполисах хорошо, но имеют свои минусы. Давайте посмотрим вопросы и отвечаем на них. Какие минусы жить в Москве? Правильно, ребята. В Москве пробки длинные. Какие минусы жить в Нью-Йорке? Да, ребята. В Нью-Йорке все торопятся, не отдыхают и по ночам шумно. А как вы думаете, какие минусы жить в Токио? Давайте посмотрим наш ответ. В Токио экологическая катастрофа. Здесь огромная концентрация токсических вшеств в воздухе. А как вы думаете, какие минусы в Шанхае? В Шанхае очень плохая экология. Много мусора и грязи. Мы сегодня узнали о минусах и плюсах наших мегаполисов. И давайте сейчас напишем домашнее задание. Открываем страницу номер 109, упражнение номер 3. Прочитайте тексты и ответьте на вопросы. В конце урока я хочу сказать вам, надевайте медицинскую маску и почаще мойте руки. Я думаю, что наш урок вам понравится. До встречи, ребята. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok